Ароматный чай, мёд со своей пасеки. За столом друзья в нетовнем прошлом, работники органов прокуратуры. Сегодня учредители Союза православных пасечников. Накануне профессионального праздника работников прокуратуры вспоминают, как работали в системе. Неслучайные люди когда-то сделали не случайный выбор. Это ежедневная ответственность, ежесекундная, ежемоментная. Ответственность огромная и напряжённость. Со стороны этого не видно. Несмотря на все трудности, работа интересная и при всей ответственности творческая. Следственную работу, если взять, то получается, что каждый день у тебя новое. Сегодня хищение, завтра убийство, послезавтра там что-то ещё. И ты должен знать всё, вот это. И причем дело закончить или провести, пока не изучишь всё, что это... Ну как посоветить бухгалтеру, если ты не знаешь бухгалтерии, да? То есть элемент творчества получается, да? И постоянный, да, вот элемент творчества такой всегда присутствовал. Творческий, сложный и интересный путь продолжает хозяин дома Леонид Трошев. Потомок уральских казаков с детства мечтал работать в прокуратуре. Окончил восьмилетку, работал на заводе с лесарем-сборщиком. Поступил в юридический институт в Свердловске. Позже получил диплом Академии МВД в Москве. Побывал в горячих точках. Начало работы в генпрокуратуре выпало на начало века. Период становления современной правоохранительной системы. На самом деле это лучшее время было в моей жизни. Это было так на конец. Оперативная работа, которой я занимался, она, конечно, до этого всю жизнь. Она привела к тому, что я там все тихоря, тихоря, да? Но какие-то концы возникли, отношения. А здесь вот все то же самое, тем я занимался, только наоборот. В апреле 2000 года генеральным прокурором стал Владимир Устинов. Сильная личность – профессиональный прокурор. Леонид Трошев занял место старшего помощника генерального прокурора. Возглавил пресс-службу генпрокуратуры. Неповоротливая закостенелая система начала меняться. Законодательную базу привели в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Так называемые «бородатые дела» попали под ревизию. Их довели до логического завершения. Стали раскрываться громкие заказные убийства. И сама система стала открытой, доступной и более понятной. Соревнования устроил. Были такие агентства, поменьше «Тартас», «Интерфакс», «Ре-Новости». Вот это ключевые такие пацаны, когда вам надо было давать информацию, они дальше разнесут. Вот я их сажал вместе всех, да? И говорю, вот вам, ну, типа, новости, мы же к себе интересным проверили. Вот вам новости, например, оттуда Мариша, такого-то известного человека. Раз, и сказал. И потом, кто первый выпустил в эфир «Интерфакс» всех дел. Ну, профессионально работали командами. 12 января 1722 года Петр I учредил должность генерал-прокурора России. Спустя почти 300 лет, 12 января, в профессиональный праздник работников прокуратуры, в Анапской межрайонной прокуратуре несколько поздравительных телеграмм. На имя действующего прокурора и ветерана органов генерала-лейтенанта Леонида Трошева. Говорят, бывших прокуроров не бывает. Наверное, это так. Ведь остается обостренное чувство справедливости, желание помогать и защищать тех, кто в этом нуждается. Завелось в жизни много повидать. Я счастлив с тем, что имел отношение к серьезным событиям, происходящим в стране. Но в пик моей карьеры, как я уже рассказывал, пришелся на период, когда я работал в центральном параде генеральной прокуратуры. И вот мне кажется, что более благородного занятия, чем пчеловодства, для меня в жизни не было. Это уж точно. Землю станицы Гостогаевской Леонид Трошев передал православной церкви. Переехав в Анапу, увидел – в большой станице нет храма. Решил исправить положение. На заброшенной годами территории уже возводят часовню. А Леонид Трошев назначен старшим. Так сложилось в жизни всегда старшим. На передовых позициях и с передовыми взглядами на любую систему. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион.